Пентагон рассекретил на днях материалы исследований, которые по его Пентагону заказу производили разные ученые. Вот об этом сегодня поговорим. Я бы не сказал, что Пентагон, Министерство обороны рассекретили материалы. Пока они рассекретили лишь названия тех исследований, которые были проведены на деньги Министерства обороны. Американские налогоплательщики. Да, и Пентагон финансировал все это дело. О том, что такая хитрая программа секретная существует, стало известно еще в прошлом году. Там американские журналисты провели расследование, сенаторов подключили и выяснили, что существует. Такая, не знаю, как уж точно перевести, то ли углубленная, то ли расширенная программа распознавания или оценки космических угроз. Вот такая существует программа. Ну, звучит так солидно. В общем, угрозы-то существуют. А на деле? Более того, оказалось все это правда. Действительно, такая программа существует. Значит, и пресс-секретарь Министерства обороны это подтвердила. И выяснилось поначалу-то, что в рамках этой программы Пентагон занимался исследованием НЛО. То есть, вел учет, пытался разобраться, что это такое. Но не разобрался, потому что, а может быть и разобрался, да нам, понимаешь, никто об этом не сказал. Но появились даже, и мы у себя на сайте размещали эти кадры, там, по крайней мере, как минимум три случая. Это с пилотами, которые идут. Да, погони пилотов американских истребителей за НЛО, которое напоминало, знаешь, какие-то такие, знаешь, велики, что-то такое. Да-да-да, они очень быстро двигались. Очень быстро туда-сюда шныряли, вообще нарушая законы физики, чем, в общем-то, удивляли вот этих самых наблюдателей и тех специалистов, которые работали по этой программе. Выяснил даже сумму, которая была потрачена, ну, гигантскую назвать нельзя по современным меркам, 22 миллиона долларов. И где-то... Ну, так нормальная следовательская группа может жить безмерно. С 2007 по 2012 год. Почему в 2012 году программу закрыли, и всё, молчок. Ну, тут докопались, значит, до неё и стали выяснять. И вот прояснили они, что такое НЛО. Нет, ну, вот кадры, кадры есть. И всякие есть комментарии, что ай-я-я, ах-ах, нет, ничего земное так летать не может. Это явно что-то оттуда, от братьев по разуму, которые, значит, как-то выучились нарушать законы физики в полёте. То есть они вот это видео, они исследовали в рамках своего исследования. Понимаешь, там какая... вот расследование, есть выяснилось, есть программа. Потом где откуда-то сбоку появляются вот эти видео, вот, и сообщают, что да, это вот было снято, это вот из... Ну, скажем, было объектом исследования в ходе вот этой программы. Вот смотрите, мы тут не бездельничали, мы занимались серьёзной работой. Есть такая тоже гипотеза, что, может быть, это как бы видео публикуют в оправдании тех расходов, которые были, скажем, произведены. Но, как сказать, прошло время, вот, там какая-то группа, значит, энтузиастов обратилась в, опять же, Министерство обороны, ссылаясь на акт такой о свободе информации, благодаря которому можно, ну, как там они обращаются, просто ведомство рассматривает это обращение, типа, ну, пишут, ну, что, мы точно знаем, что у вас есть вот такие данные, давайте-ка их рассекреть, рассекретьте, пожалуйста. И вот в Министерство обороны обратились в том смысле, что, а чем вы ещё занимались в ходе вот этой программы? И в ответ на это обращение Министерство обороны опубликовало вот тот самый список из 38 научных работ, которые учёные разного, я не знаю, калибра в разных университетах вели в ходе вот этой самой программы Министерства обороны. Знаю, вот список у меня перед глазами. Он есть в открытом доступе, можно легко найти. Ты уже, вот, просто прочесть название темы, да? Давайте. Научная фантастика. Двигатели на ядерной тяге для освоения дальнего космоса. Ну, так наши этим тоже занимаются. Тяга, основанная на вакууме. Невидимые покрытия. Знаешь, типа плащи такие. Плащ-невидимка. Проходимые кротовые норы, звёздные врата и негативные энергии. Так, высокочастотная коммуникация на основе гравитационных волн. Антигравитация для аэрокосмического применения. Позитронная тяга. Концепция извлечения энергии из квантового вакуума. Двигатель, значит, работающий на искривлённом пространстве. Тёмная энергия и манипуляция дополнительными измерениями. Программируемая материя. А вот, кстати, знаешь, это всё такая фантастика. А вот, скажем так, посылочка нашим учёным, которые разрабатывают гиперзвуковые ракеты. Система обнаружения и слежения за аппаратами, передвигающимися с гиперзвуковыми... Скоростями. Да. Тяга основана... Двигатели основаны на отрицательной массе. Понимаешь? Вот. Ну, слушайте, половина из этого всего, ну, вполне себе научная. Ну, только... Институты... Как это всё происходит, эти исследования? Есть какие-то... Понимаешь, в авторах этих исследований, конечно, числятся... Ну, в некоторых исследованиях, конечно, сомнительные такие псевдонаучные организации, в авторах других числятся серьёзные научные университеты. Вот. И вот вопрос. Неужели в Пентагоне, значит, потратили 22 миллиона долларов на вот эти, на псевдонаучные изыскания? Или же всё-таки в этих изысканиях был какой-то серьёзный научный смысл? И вот сейчас, скажем, те, которые познакомились, люди, эксперты, которые познакомились с этим списком, вот они пытаются понять, в чём же тут дело. И не могут понять... Ну, хорошо, вот такие... Слушайте, ну, исследуют как будто из другой вселенной, знаешь? Вот как будто вот наша вселенная, да, там есть другая вселенная, где двигатели летают быстрее света, значит, проникают сквозь звёздные врата. Знаешь, как будто телевизор включил, а там всё это есть уже. И вот, оказывается, вот он список, и всё это исследуют. На самом деле, это такая фантастика из кино. Или это реальные какие-то вещи? Вот это большая загадка. И вот, значит, в процессе вот такого гадания, что же это было или что же это есть, выясняются какие-то вот подробности. То есть выяснились, вот давячи в прошлом году, выяснились подробности о том, что НЛО в самом деле летают, и пилоты за ними гоняются. Ставим птицу, следили, следили, нашли, нашли. Но не потрогали, не измерили ничего. Ну, есть кадры, не просто, слушай, это не просто, знаешь, там какая-то мультипликация, это кадры с радаров вот этих самых истребителей. Правда, истребители ещё были одной модели, значит, такие фантомы. Кто его знает, вдруг это глюки какие-то. Но те пилоты, которые следили, они бы, ну, не знаю, наверное, глюки бы распознали. Мы сегодня говорим о таких странных немного исследованиях, которые были сделаны, а может быть и не сделаны на самом деле, по заказу Пентагона, Американского министерства обороны. Почему я говорю, может быть и не сделаны? Потому что никто не отчитался у них там о результатах. И просачиваются в прессу только какие-то небольшие детали. Например, в прошлом году было обнародовано несколько видеороликов, на которых якобы запечатлены НЛО. Но летят пилоты американские на учениях и видят, двигается нечто, очень быстро перемещаясь, таких скоростей обычные предметы, обычная техника достигнуть в земных условиях не может. И тут это всё зафиксировано. Это вроде как в рамках одного из исследований было получено видео. Мы в первую часть программы перечисляли список. Там есть довольно вполне себе серьёзно звучащие вещи. То, о чём говорил тот же Стивен Хокинг, например. И другие специалисты говорят, физики, космологи и так далее. Но вот что вас смутило, Владимир Игоревич? Вы так вот скептически, я смотрю, относитесь к этим всем делам? Не то чтобы скептически, а с каким-то таким полусомнением. Я могу понять, то, что вот эти исследования, они подтверждают существование тех объектов этих исследований? Или всё-таки это какая-то такая исследование каких-то полуфантастических перспектив? Повторяю, Министерство обороны обнаружил список из 38 научных работ, которые были проведены на деньги Министерства обороны и охватывали темы, которые, в общем-то, кажутся весьма фантастическими. А именно это передвижение быстрее света, это передвижение из одной части мгновенное перемещение, из одной части Вселенной в другую, по так называемым кротовым нормам. Это всякие ядерные, термоядерные, термоядерная тяга, это какие-то иные измерения, это тяга, ну, какая-то отрицательная масса, отрицательная энергия. Вот это какие-то такие вот полуфантастические вещи. Вот я говорю, это список только работ, да? А не так давно Пентагон, опять же, тоже по какой-то просьбе обнародовал одно отчёт, ну, то есть полностью исследование обнародовало, которое одно из исследований, которое входит вот в этот список. А именно передвижение быстрее света с помощью эскорбионного пространства, иных измерений и прочих таких премудростей. Так, и какие там выводы? Это не противоречит законам физики. Это не противоречит законам физики. Так двигаться можно, более того, предложенные способы такого передвижения. Быстрее скорости света. И вот смотри, да, и вот смотри, авторы этой работы одни учёные, а оказывается, а параллельно, как выяснилось тоже, в НАСА разрабатывались эти темы тоже с перспективой передвигаться быстрее света. А что вас смущает? Ну, два ведомства разных, они имеют право конкурирующей организации как бы делать. Это же, получается, при конкуренции просто лучше качество, ну, очевидно. Наоборот, радует, потому что, если уж две конторы серьёзные, занятые такой, казалось бы, фантастикой, то, может быть, это и, может быть, и это не фантастика. Вот на НАСА работал некий Гарольд Уайт. Три года, вот они, как выяснилось, три года ведут эксперимент. Он давал интервью, в том числе журнал New Scientist, порвало все рейтинги, это интервью, в котором он доказывает, что, да, можно двигаться быстрее света, если применить такую хитрость, как искривлённое пространство. То есть надо впереди космического корабля пространство сжать, а сзади растянуть, вот, и тогда будет такой, ну, как бы, вот такой искривлённый, и в этом искривлённом пространстве, оказывается, корабль может двигаться быстрее. Ну, то есть будет двигаться не корабль, а пространство вокруг него. Ну, что-то вроде этого, если мы с тобой правильно понимаем. Я ничего не понимаю. Эту премудрость. И вот он воздействовал на континью, вот этот Гарольд-Вад, на пространство-времени мощными электростатическими полями, а лазерный интерферометр вроде бы свидетельствовал, что... Прямо на приборах, это он не просто физик-теоретик, не просто сидел из головы и так всё. И якобы свидетельствовал, что пространство он хоть чуть-чуть, но искривлялось, и это вот, ну, шалу надежды, что можно создать такой полноразмерный корабль. Для этого, конечно, потребуется такая штука, как то ли энергия, то ли масса, то ли материя с отрицательной массой, то ли какая-то некая отрицательная энергия. Нет, ну, технически она существует, но её пока никто не получил же, да? Ну, грешат, что та самая тёмная материя, которая, в общем-то, лежит в основе всей нашей Вселенной, её больше, чем настоящая, вот она как раз такими свойствами и обладает. То есть, где-то есть такая перспектива, что мы немножко наскребём этой материи, куда-нибудь положим нашли, вот, и у нас всё искривится, и мы полетим, а ты себе не поверишь, до Марса три минуты на таком корабле. Вообще, как от 1 до Новогиреева. До Альфа-Центавра 15 дней, ну, чуть-чуть дальше, чем на поезде до Владивостока, можно и потерпеть, а? В комфортных-то условиях нормально, можно и потерпеть. Смотри, вот список, 38 работ. Одна работа, берём, мы, вернее, смотрим на неё, говорят, ну, как говорится, не может быть, это научная фантастика, это вообще даже мультипликация какая-то, мультипликационные фильмы вообще. И только так можно всё это летать сквозь эти кротовые норы. А тут выясняется, а люди-то на самом деле ведут эти работы. На самом деле летают. А может, так может быть и всё остальное, и это тоже, и это тоже правда. Хорошо, вот не верите этим из НАСА какой-то, ну, не совсем из НАСА, это контора, которая как бы НАСА подчиняет вот эту гору Вальк, которая проводит опыты с искривлённым пространством. Опять же, открываем список и смотрим, что учёные пытаются понять, можно ли открыть проходы в ткани пространства времени, проделать искусственные такие кротовые норы, чтобы из одной точки Вселенной, наверное, перемещаться в другую. Теория, опять же, это не запрещает. Вопрос, как это сделать на практике? Можно или не можно? Не верите вот этим, называйте их вот так псевдоучёбами, но вот Массачусетский университет... Массачусетский. Массачусетский. Солберийский. Солберетский собор. Солберетский собор, да. Они показали, что массивные вращающиеся чёрные дыры можно использовать для сверхцветовых путешествий. Потому что в этих чёрных дырах возможно образование кротовых нор, которые соединяют вот эти разные точки ткани пространством времени. Физики доказывают, ну, теоретии, экспериментов это нет, но всё равно занятно. Считается, что вот такая чёрная дыра... Говорит, а вот может вдруг там кротовые норы в этой чёрной дыре? Есть такие гипотики, что влетаешь в чёрную дыру, там кротовые норы... И выскакиваешь в каком-то другом уже измерении. Из белой дыры, с которой вот идёт какое-то извержение вещества, они идут в другом измерении, просто в другой точке пространства. Всё там искривилось тоже. А, в нашем как бы пространстве, но просто в другом месте. В другом месте. Из другой дыры выскакиваешь. Из другой. Белой уже дыры. Из белой. Чёрная тебе всосала, а белая выблюнула. Вот. Но, говорит, ничего не получится, ребята. Говорят, и потому что пока вас будут всасывать в эту чёрную дыру, вас так заколбасит, вообще-то там такие силы будут действовать на и космический корабль, и на тело, что разорвут просто... Это же зависит от гравитации, которая... Там мощнейшая гравитация, и это зависит от конкретного её значения. Там может быть просто вытянуть макаронину, а может просто разорвать. Градиенты, понимаешь, вот этой самой гравитации. Правильная мысль. А эти физики говорят из Массачусетского. Массачусетского. Да. Ну, у тебя лучше получается. Массачусетский, да. Да. А они говорят, а если чёрная дыра вращается, то вот это самое искажение, вот эта самая сингулярность будет как-то мягко взаимодействовать с теми предметами, телами, в том числе и космическими кораблями, которые будут туда попадать. И разрушать не будут. Что? Получается, что всё-таки, ну какие? Ну, есть перспективы, есть все основания, скажем так, полагать, что вот те 38 работ, перечисленные в списке Министерства обороны США, это реальные работы, которые имели какой-никакой результат. Кстати, вот эти кротовые норы-то и мы их искали. Вот тот самый радиострон, который сломался и перестал принимать команды, в том числе был нацелен на поиск вот этих кротовых норм, которые наши серьёзные люди-академики полагали, что они могут существовать где-то даже недалеко от Земли. Ну да, но не нашли. Нет, не нашли. Сломался. Да, я думаю, инопланетяне, скорее всего, сломали, чтобы мы ничего не знали о том, что нас окружает во Вселенной. Ну, тебе смешно, а такие гипотезы в самом деле есть, потому что, говорит, или инопланетяне сломали, или американцы с вами энергетическим импульсом. Да, ладно, всё впереди. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.